Для выпускников школы-гимназии это не просто бег на 60 или 100 метров и демонстрация своих спортивных возможностей, это еще и дополнительные баллы при поступлении. За золотой значок два балла, за серебряный один. А вообще каждый вуз сам устанавливает свои правила. Правилом сегодняшнего утра для юных сочинцев было сдать нормы ГТО в соответствии со своей подготовкой. Я считаю, что я более-менее нормальный результат показал. Из-за того, что я занимаюсь уже полтора года в зале, и там дается большая физическая нагрузка на ноги, и из-за этого на короткие дистанции можно пробегать с нормальной скоростью. К сожалению, с первого раза получается не у всех. Сегодня сдавали нормы ГТО и школьники, и студенты в общей численности тысячи человек. Из них 300 – выпускники школ. По идее, надо было сдать 2 метра прыгнуть, но я не прыгнула 2 метра, я прыгнула 1,87 метра, но я не буду расстраиваться, потому что, постараюсь не расстраиваться, потому что, если будет возможность, я сдам еще раз весной. Каждые два года школьники могут пересдавать нормы ГТО, добиваясь лучших результатов. В следующем году последуют примеру своих детей – родители. Я думаю, мы начнем принимать нормы у административного состава города Сочи, у учреждений наших муниципальных. Мы тем самым хотим показать пример, что надо прийти, надо себя показать, надо как минимум сегодня уже начать заниматься, начать готовиться. На стадионе старшеклассники сегодня бегали на короткие и длинные дистанции, а уже подтягивались, качали пресс, отжимались непосредственно в здании первой спортшколы. Продлится осенний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО до 3 ноября. Елена Авсицина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.